Всем привет! Это канал Альфа Центавра, у микрофона я, Павел Поцелуев, и мы снова встретились с вами для того, чтобы обсудить новости прошедшей недели. Сегодня поговорим про генерацию кислорода на поверхности Марса, достижение и глубокий сон индийской миссии Викрам Прагьян, проблемы в подготовке миссии Психея, печать человеческого мениска прямо на борту МКС и экзопланету с молекулами-маркерами жизни. А ещё обсудим готовность SpaceX Starship к новому испытательному полёту. Ну и подведём итоги по запускам за две недели, ведь в прошлую субботу мы этот блок пропустили. Я ещё немного болею, поэтому извините за несколько странный голос. А ещё хочу напомнить, что наши сотрудники проводят большой сбор на два дрона для роты ударных БПЛА и на снаряжение для сил специальных операций. Все детали будут по самой первой ссылке в описании под видео. Прошу присоединяться к сбору. А теперь переходим к новостям. Установленный на борту марсохода Perseverance небольшой инструмент MOXIE, целью которого было продемонстрировать технологию производства кислорода для топлива и поддержания жизнедеятельности астронавтов на Марсе, оказался гораздо успешнее, чем ожидали его создатели. За 16 запусков на Красной планете с 2021 года он генерировал в общей сложности 122 грамма кислорода. Примерно столько, сколько вдыхает небольшая собака за 10 часов. Во время последнего запуска 7 августа аппарат произвёл 9,8 грамма кислорода. При максимальной эффективности эта цифра достигала 12 граммов в час с частотой от 98%. Аппарат производит молекулярный кислород с помощью электрохимического процесса, который отделяет один атом кислорода от каждой молекулы углекислого газа, полученного с поверхности Марса. MOXIE стал первой демонстрацией технологий, которая, возможно, будет использоваться в будущем для выживания на Красной планете и возвращения с неё астронавтов. Одним из важнейших результатов эксперимента стала потенциальная доступность источника ракетного топлива. MOXIE успешно отработал в течение одного марсианского года в различных условиях, что позволило разработчикам узнать много нового о технологии. Однако дальнейшим шагом будет не создание его новой версии. Скорее, это будет конструирование полномасштабной системы, фермы, которая будет включать в себя подобный MOXIE-генератор кислорода, а также аппараты для его сжижения и хранения. Индийская организация космических исследований сообщила в социальной сети EX, что 3 сентября посадочный модуль Викрам и луноход Прагьян миссии Чандрайан-3 были переведены в спящий режим перед лунной ночью, которая наступила 5 сентября. Полезная нагрузка аппарата была отключена, однако приёмники остаются включёнными. Ни Викрам, ни Прагьян не имеют на бортах радиоизотопных обогревателей, которые обычно используются в лунных миссиях для согревания компонентов в течение ночи, температура которой может достигать минус 190 градусов Цельсия. Команда миссии надеется, что аппараты смогут возобновить работу с наступлением нового лунного дня в конце сентября, и их солнечные панели ориентированы в сторону восхода Солнца на получение света. Миссия выполнила и перевыполнила основные задачи — демонстрации безопасной мягкой посадки и движения на поверхности, а также проведения научных экспериментов на месте. Среди последних — обнародование первых результатов исследования сейсмической активности Луны. Всего за 10 суток работы Прагьян прошёл 101,4 метра по поверхности нашего спутника, что меньше первоначальных ожиданий команды миссии в преодолении расстояния в 300-350 метров. К слову, перед этим Прагьян определил состав образца лунного грунта при помощи лазерного спектрометра LIBS. Ранее этот регион уже исследовали орбитальные аппараты, однако на этот раз, помимо ожидаемых титана, алюминия, кремния, кальция, хрома, железа и марганца, в данных обнаружили следы серы. По словам Индийской организации космических исследований, подобных результатов не удалось бы достичь при наблюдении из космоса. После того, как её перенесли более чем на год, этой осенью миссия НАСА Психея наконец должна отправиться к одноимённому астероиду. Однако её будущее снова под угрозой, на этот раз со стороны Конгресса. На брифинге 6 сентября представители управления заявили, что подготовка к запуску идёт по плану. Начало миссии запланировано на промежуток между 5 и 25 октября. Зонд Психея уже заправили ксеноном, а носитель Falcon Heavy готовят к полёту и интегрируют друг с другом после наземных огневых испытаний ракеты, которые должны состояться за неделю до запуска. Проблема же может возникнуть во время принятия временного бюджета в Конгрессе США. 30 сентября заканчивается финансовый год, а временный бюджет всегда очень ограничен и ставит на паузу многие из запланированных операций, даже в НАСА. Учёные и инженеры надеются, что миссия будет включена в защищённые статьи расходов, в которые входят, например, операции на Международной космической станции. Психея должна была полететь ещё в прошлом августе, но запуск пришлось отложить из-за задержек в тестировании навигационного программного обеспечения аппарата. Это раскрыло целый ряд организационных проблем в JPL, таких как недостаток коммуникации между командами и неполное понимание миссии руководством. Управлению удалось исправить ситуацию, однако дата прибытия психея к астероиду уже сместилась на 2029 год. Конечно, это очень долго, зато у нас будет больше времени, чтобы распланировать научные эксперименты, — говорит руководительница миссии Линди Элкин Стантон. При помощи прибора для биопечати Biofabrication Facility, расположенного на Международной космической станции, компании Redwire удалось напечатать мениск коленного сустава человека. Образец ткани был доставлен на Землю 4 сентября. Эксперимент проводился в сотрудничестве с Военно-медицинским университетом США, который заинтересован в более эффективных методах лечения травм, распространенных среди военнослужащих. По словам научного руководителя Redwire Кена Савина, в будущем технологию можно будет применять для фармацевтического моделирования, замены тканей и трансплантацией целых органов. Микрогравитация на МКС значительно упрощает печать некоторых тканей, которые на Земле быстро теряют свою форму и оседают. В космосе, как утверждает Савин, материалы с вязкостью ненамного больше воды можно печатать в трёх измерениях. В ноябре на BFF попробуют напечатать мышечную ткань сердца. Этот эксперимент покажет, способен ли прибор создавать более сложные ткани, клетки которой должны работать синхронно. К2-18b экзопланета Ми-Нептун в 8,6 раза тяжелее Земли, которая находится в обитаемой зоне красного карлика К2-18 на расстоянии 120 световых лет от нас в созвездии Льва. Новое исследование с использованием данных телескопа имени Джеймса Уэбба показало наличие у неё углеродосодержащих молекул, включая углекислый газ и метан, а также, возможно, молекулы диметилсульфида. Последние образуются на Земле только при наличии жизни. К2-18b была открыта транзитным методом в момент прохождения перед материнской звездой. В это время малая доля звёздного света проходит через атмосферу экзопланеты, что оставляет за собой следы, по которым астрономы могут определить состав её газов. Несмотря на то, что мини-Нептуны являются самым распространённым типом экзопланет, они плохо изучены и природа их атмосферы является предметом частых споров. Недавняя работа подтверждает гипотезу о том, что у К2-18b может быть богатая водородом атмосфера и поверхность покрыта водным океаном. Starship почти готов ко второму полёту. FAA закрыла расследование инцидента с апрельским интеграционным полётом. Стало известно, что в процессе набора высоты произошла утечка топлива в нижней части первой ступени. Это привело к пожару, сгорела проводка, и главный бортовой компьютер попросту потерял возможность как получать данные от двигателей, так и управлять ими. А ещё вышла из строя гидравлическая система, благодаря которой отклонялся центральный блок движков. Из-за этого ракета потеряла управление и начала падать. Сразу сработала автоматическая система прерывания полёта, но мощности заложенной взрывчатки не хватило. Обе ступени с отверстиями в корпусе продолжали падение, ускоряясь уже гравитацией нашей планеты. И только когда атмосфера снова стала достаточно плотной — на более низкой высоте — Super Heavy и Starship были разрушены. Илон Маск заявил, что и наземная инфраструктура, и обе ступени ракеты получили суммарно более тысячи улучшений. Помимо известных нам системы подачи воды под стартовый стол и электрической системы управления вектором тяги, основная масса улучшений направлена на предотвращение протечек топлива и на тушение пожара, если же он всё-таки возникнет. Также увеличена мощность и площадь укладки взрывчатки для автономной системы прерывания полёта. FAA разделила все необходимые улучшения на 63 пункта — SpaceX уже выполнила 57 из них. По словам Илона Маска, остальные шесть нужны для полётов, которые последуют за вторым. Ждём, когда выдадут полётную лицензию. Сотрудники SpaceX считают, что у них всё готово. И напоследок расскажем, что компания наконец-то перестала продавать терминалы Starlink в убыток. Она сумела снизить себестоимость до приемлемого уровня. 1 сентября с площадки SLC-40 базы космических сил США на мысе Канаверал стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Носитель отправил на низкую околоземную орбиту 22 спутника широкополосной связи Starlink V2 Mini. Для первой ступени ракеты это был седьмой полёт. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу A Short Fall of Gravitas в Атлантическом океане. 2 сентября с площадки космического центра имени Сатиши от Хавана стартовала ракета PSLV XL. Носитель отправил к первой точке Лагранжа системы Солнца-Земля в первую индийскую космическую солнечную обсерваторию Aditya L1. Ожидается, что аппарат массой около полутора тонн достигнет рабочей орбиты спустя более чем четыре месяца после старта. Оснащённая семью научными приборами обсерватория будет изучать фотосферу, хромосферу и корону Солнца. В тот же день состоялся ещё один пуск Falcon 9. Носитель стартовал с площадки SLC-4E базы космических сил США Ванденберг, отправив на низкую околоземную орбиту 13 спутников группировки оборонного назначения PWSA, предназначенной для отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет противника. Для первой ступени ракеты это был тринадцатый полёт. Она благополучно приземлилась на посадочную площадку LZ-4. 4 сентября SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink. Стартовавшая с площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди ракета Falcon 9 отправила на низкую околоземную орбиту 21 спутник широкополосной связи Starlink V2 Mini. Первая ступень носителя отправилась в свой десятый полёт. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Этот запуск стал для SpaceX 62-м в текущем году. Таким образом, компания преодолела собственное достижение 2022 года, за время которого провела 61 старт. 5 сентября с морской пусковой платформы КНР неподалёку от города Хайян стартовала ракета Cirrus-1 компании Galactic Energy. Твердотопливный носитель отправил на низкую околоземную орбиту четыре спутника интернета вещей Тянь Ци компании Гадянь Гаокэ. Таким образом, Galactic Energy стала первой китайской коммерческой ракетостроительной компанией, совершившей запуск с морской платформы. Для неё это уже девятый успешный старт подряд. 6 сентября с космодрома Цзюцюань стартовала ракета Чанчжэн-4С. Носитель отправил на солнечно-синхронную орбиту три спутника радиолокационной разведки Яогань-33. В тот же день с площадки космического центра Танегасима в Японии стартовала ракета H-2A. Носитель запустил сразу две научные миссии. В качестве основной полезной нагрузки выступала разработанная при участии НАСА и Европейского космического агентства рентгеновская обсерватория XRISM, которая отправилась на низкую околоземную орбиту. Масса аппарата составляет 2300 килограммов. Обсерватория оснащена телескопом диаметром 45 сантиметров, с помощью которого будут собирать данные об окружающей скопления галактик горячей плазме, сверхмассивных чёрных дырах и сверхновых. Попутчиком XRISM выступил лунный посадочный модуль SLIM. Аппарат сухой массой около 200 килограммов призван продемонстрировать технологию точной посадки и сделать Японию пятой страной, совершившей высадку на Луну. 8 сентября с территории космопорта Америка стартовал самолёт VMS-E в компании Virgin Galactic. Воздушное судно несло под крылом космоплан VSS Unity с экипажем из шести человек. Он отделился от самолёта-носителя чуть менее чем через час после старта, незамедлительно выполнив зажигание единственного двигателя, благодаря чему достиг высоты 88,6 километра. Делатированием космоплана занимались Никола Печелли и Майкл Мазуччи. В пассажирских креслах основатель Reynard Motorsport Эдриан Рейнард, инвестор из ЮАР Тимоти Нэш и предприниматель из Лас-Вегаса Кен Бакстер. Пассажиров сопровождала специалист Virgin Galactic по работе с астронавтами Бет Моузес. Следующий суборбитальный туристический рейс компания планирует на начало октября. 9 сентября с площадки SLC-40 стартовала ракета Falcon 9. Носитель отправил на низкую околоземную орбиту 22 спутника широкополосной связи Starlink V2 Mini. Для первой ступени ракеты это был седьмой полёт. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. 10 сентября с космодрома Тэй Юань стартовала ракета Чанчжэн-6A. Носитель отправил на орбиту три спутника радиоэлектронной разведки Яогань-40. В тот же день с площадки SLC-41 Базы космических сил США на мысе Канаверал состоялся старт ракеты Atlas V компании United Launch Alliance. Носитель запустил на орбиту миссию Enrol-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки США. В её рамках полезная нагрузка неизвестного характера будет вести наблюдения за объектами, расположенными на геостационарной орбите. 12 сентября с площадки SLC-4E стартовала очередная ракета Falcon 9. Носитель отправил на низкую околоземную орбиту 21 спутник широкополосной связи Starlink V2 Mini. Для первой ступени ракеты это был одиннадцатый полёт. Она совершила посадку на плавучую платформу Of course I still love you в Тихом океане. На нашем канале можете посмотреть два шортса о том, почему след с ботинок Нила Армстронга не совпадает с рисунком ботинок лунного скафандра и о самом страшном факте о космосе. Ещё в прошлую субботу на канале выходил выпуск Digest Plus, в котором мы рассказывали об успехах российской миссии Луна-25 и о ходе расследования взрыва Starship во время первого испытания. А на сайте читайте большую статью в переводе Анжелики Тружковской. О том, как французская тюрьма, где годами пытали заключённых, стала одним из самых продвинутых космодромов на планете. Речь о космодроме Куру во французской Гвиане. Друзья, под каждым выпуском в комментариях вы видите, как люди голосуют за главные новости дайджеста. Две недели назад абсолютным победителем стал Чендраян-3, успешно севший на Луну. Ну и новости SpaceX вам тоже показались интересными. Чтобы проголосовать сегодня, просто оставьте комментарий со списком из шифров тех новостей, которые вам понравились больше всего. Шифры видны в правом верхнем углу видео, а ещё продублированы в описании. И уже через неделю мы при помощи скрипта подведём итоги этого выпуска. Дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Альфа Центавра! Мы хотим напомнить вам о замечательных бонусах, которые получают наши спонсоры. Став частью нашей команды поддержки, вы открываете для себя сразу несколько привилегий. Ранний доступ к дайджестам, фильмам и другим видео на канале. Смотрите наши новые ролики первыми. Ранний доступ к большим статьям на нашем сайте. Аналитические материалы, историческая справка, современные технологии — почти на неделю раньше, чем в общем доступе. Благодарность в конце каждого оригинального видео. Мы ценим ваш вклад и хотим, чтобы об этом знали все. Возможность в любой момент задать нам вопрос и получить ответ. Мы всегда рады общаться с вами и хотим становиться лучше. Приоритет в вопросах в космосправочной. Ваши вопросы всегда будут рассматриваться первыми. Ну и, наконец, некоторый эксклюзивный контент. Специальные материалы, доступные только для наших спонсоров. Мы искренне благодарны за вашу поддержку и веру в наш проект. Ваш вклад помогает нам развиваться и продвигать науку и образование в области космонавтики. Чтобы присоединиться к нашей спонсорской программе, перейдите по ссылке в закреплённом комментарии. Можно выбрать поддержку на Patreon или YouTube. Можно и просто закинуть деньги на PayPal. Большое спасибо вам за вашу поддержку и неравнодушие. Именно вы позволяете Альфа Центавра продолжать работать и даже развиваться. Заботьтесь друг о друге, не забывайте поддерживать Вооружённые Силы Украины и помогать им приближать победу. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok